здравствуйте дорогие любители вязания заскучали сидя дома я вам не дам скучать мы сегодня будем с вами вязать вот такой изумительный узор узор японский узор красивенный узор легкий я нашла в японском журнале вот такую модель очень мне понравилась она но схема в этом журнале плохого качества лучшего качества я не нашла поэтому схему я переделаю и уже выставлю для вас давайте будем вязать раппорт узора у нас составляет 12 петель ширину плюс 20 рядов высоту мы набираем на спице количество петель кратное 12 и плюс 8 петель для симметрии узора плюс 2 кромочные то есть вот я набрала всего 22 петли и вязать мы будем так вот эти 8 петель для симметрии узора нужно разделить две петельки мы будем вязать перед раппортом и 6 петель будем вязать после раппорта и так вяжем первый лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 2 лицевых делаем накид 2 лицевых 2 вместе вяжем лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки дальше будет 3 изнаночных 2 вместе вяжем лицевой за передние стенки с наклоном вправо дальше будет 2 лицевых накид лицевая накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночных я диктую все петли подряд не делю их на петли до раппорта и петли после раппорта у вас на схеме видно раппорт выделен красной жирной линии во втором изнаночном ряду петли вяжутся по рисунку это значит мы вяжем петли так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные мы вяжем изнаночными и накиды мы здесь вяжем изнаночными эти такие ряды где все петли вяжутся по рисунку я буду пропускать видео буду говорить только номер ряда но тут будет несколько рядов где в изнаночном ряду петли вяжутся не совсем по рисунку я буду их провязывать вместе с вами вот мы провязали 2 изнаночный ряд вместе с моей болтовни вяжем третий лицевой ряд 3 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном влево у меня лицевая петля лежит удобно изнаночной не удобно мне нужно ее развернуть вот так чтобы и они ровненько легли и красивых так вот смотрелись 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо теперь у меня ли изнаночная петля лежит неудобно удобно вернее а вот лицевая лежит неудобно их тоже разворачиваю 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот можно не разворачивать как бы узор получится ромбики они будут видны но это будет так неаккуратно выглядеть поэтому не поленитесь разворачивайте петель дальше будет 2 лицевых накид 3 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево можно еще вот так вот развернуть изнаночную петлю сразу за лицевой развернуть с наклоном влево 2 вместе лицевой и 1 изнаночной в конце ряда в четвертом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку 5 лицевой ряд 4 лицевых накид 2 лицевых теперь 3 петли провязываем вместе лицевой так чтобы средняя петля легла по центру мы переносим снимаем 2 петли не провязывая на правую спицу меняем их местами вот так чтобы вот у нас изнаночная петля вот и вот так вот как она у нас лежит не переворачиваем и мы ее оставляем на первое место возвращаем петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой за задние стенки вот как получается дальше будет 2 лицевых накид 5 лицевых накид 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону в шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 7 лицевой ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 2 лицевых накид 5 лицевых накид 2 лицевых 3 вместе лицевой так чтобы средняя петля была по центру среднюю петлю выставляем на первое место и провязываем 3 вместе лицевой дальше будет 2 лицевых накид и 3 лицевые в конце ряда 8 изнаночный ряд я привяжу его вместе с вами 6 изнаночных одна лицевая вот где мы провязывали 3 вместе лицевой на лицевой стороне мы здесь провязываем эту петельку лицевой петлей дальше 11 изнаночных и снова 1 лицевая и 1 изнаночная 9 лицевой ряд 1 лицевая 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые накид 3 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо дальше будет 2 лицевые накид и 2 лицевые 10 изнаночный ряд я тоже провяжу вместе с вами 5 изнаночных три лицевых вот обратите внимание у нас тут петли не по рисунку вяжутся 3 лицевых 9 изнаночных и 3 лицевых конце ряда 11 лицевой ряд 3 изнаночных 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону сворачиваем петли 2 лицевых накид лицевая накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону 2 лицевых накид и лицевая петля в двенадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку накид и вяжем изнаночными 13 лицевой ряд 1 лицевая заметьте тут нас изнаночная петля вяжем лицевой 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых накид 3 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном вправо дальше будет 2 лицевых накид и 2 лицевых в 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 15 лицевой ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону 2 лицевые накид 5 лицевых накид 2 лицевые 3 вместе лицевой провязываем так чтобы средняя петля была по центру дальше будет 2 лицевых накид и 3 лицевых в шестнадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 17 лицевой ряд 4 лицевых накид 2 лицевых 3 вместе провязываем лицевой так чтобы средняя петля легла по центру вставляем среднюю петельку на первое место и провязываем 3 вместе лицевой дальше будет 2 лицевых накид 5 лицевых накид 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 18 изнаночный ряд провяжем вместе сразу после кромочной у нас будет 1 лицевая затем 11 изнаночных и снова 1 лицевая там где мы провязывали на лицевой стороне 3 вместе лицевой и вот эта петелька у нас вяжется лицевой петли с изнаночной стороны и дальше уже будет 7 изнаночных до конца ряда 19 лицевой ряд 3 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону 1 изнаночная 2 вместе лицевой лицевой с наклоном в правую сторону 2 лицевых накид 3 лицевых накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 изнаночная конце ряда и 20 изнаночный ряд последний ряд рапорта провязываем вместе сразу после кромочной 2 лицевых 9 изнаночных далее 3 лицевых и 6 изнаночных до конца ряда вот что у нас получается вот вчера вязала образец как-то ромбики ромбики а тут вот даже получаются какие-то листики мы научились с вами вязать вот такой красивый узор ажурный из японского журнала я буду очень рада если вам понравился узор если вам понравился мастер-класс если это так то ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под этим роликом я желаю вам здоровья я желаю вам хорошего настроения удачи и ровных легких петелек пока пока